всем привет ребята с вами дэнстайл и это снова рубрика виндовский ностальжи сегодня мы будем вспоминать windows server 2003 когда-то в далеком 2016 году я устанавливал windows server 2003 и это даже есть у меня на канале коротко про старые выпуски шиндуса может есть пылист в описании в общем сами посмотрите ну а мы приступаем поехали ну а мы ребята стартуем и в принципе сейчас я вот увеличу немножечко размер в итоге ребята вот сейчас все как в обычной windows xp то есть также идет установка ну в общем самые разные ништяки все как обычно о он у нас уже как говорится окей вот f8 вот я люблю форматировать в разделе быстрая поэтому дабы не тянуть выпуск ну раз такую возможность дает сейчас идет проверка диска c и сейчас программа будет копировать файлы кстати смотрите как она быстро если вы смотрели прошлый выпуск windows 2000 когда я вместе с вадимом его устанавливал мы еще потом смотрели работает ли интернет угадайте он действительно там работал в общем вот также вот быстро и вот эта программа установки копировать файлы как короче этот процесс также шел быстро на это когда типа ты вообще еще и систему не загрузил вот она так вот у тебя и работа ну в общем в общем сейчас не об этом давайте все таки в конце концов установим нашу винду вот но перезапускаем сейчас ибо нам лень мы ничего здесь мы конечно ничего не нажимаем она здесь сама пойдет но и сейчас конечно же лицетриете вот видите еще даже загрузка не синяя а серая здесь сервер предназначен типа как для то есть не то что вот windows xp был вот типа синий там весь разукрашенная вот видите серый поэтому вот так но давайте подождем немножко вот в принципе установка устройств у нас пошла смотрите коротко что я могу рассказать вот по своему опыту по windows server 2003 вот вот даже что сетевые администраторы оценят новые возможности службы каталогов повышающие гибкость проектирования и развертывания сетей пользователь в свою очередь сможет использовать такие темы и такие технологии как службы теневого копирования тома который обеспечивает восстановление прежних версий пользовательских файлов в общем как то вот типа где посмотрите windows server 2003 это почти как windows xp то есть но только немножко улучшенный в этом плане но и сейчас настройки как обычно вот как обычно и сейчас ключ продукта который я скрою ну вот так ключик его в принципе выберите вариант лицензирования который следует использовать нам только на устройство пока что окей ничем мы делаем вы не указали и рекой да я не хочу бесплатно я не хочу пароль там еще чудо здесь мы убираем автоматический переход на летнее время и обратно и собственно действуем дальше в общем вот идет установка поддержки сети кстати в в виртуальных машинах windows уже сразу тебе интернет дает то есть то есть ты даже не делаешь какие-то новые подключения или еще что то вот особые но особые параметры в общем все как это все как обычно windows xp только вот там вот какие какие там сервера подключать нужно это вот не было но как говорится все лучшее в общем вы если вы помните мы устанавливали windows xp хомэдишн мы устанавливали профессионал в общем ребята ну поймите вот этот проект делается для ностальгии то есть каждый хочет из вас цель по ностальгировать еще что то же ведь и верить тоже вот и я живу нет не ради того вот это вот все делаю я ради я ради памяти это все делаю и для параллельно же снимает все для вас ну и кстати вот если посмотреть на мои предыдущие вот видосы которые 2016 году были сняты еще тогда они крякнутый бандикам ну сами понимаете еще тогда я мало так как говорится крякнутым бандиками знал в общем что я могу как говорится еще сказать там есть еще windows 3.1 там есть windows 95 то есть я это я все через dosbox запускал файлов у меня конечно не осталось и уже подавно не будет потому что ну ноутбук накрылся тут но я его починил но файлы которые там были не сохранились жесткий диск короче полетел и знаете как вот обидно сразу стало что вот поставили чё то дело старался вот он все жесткий диск накрылся блин как вот он у меня потом пищал вы не представляете это это конечно жизнь просто адская жизнь это вот коротко говоря вот полетел жесткий диск в общем итоге никаких файлов от того шиндуса комиссии не осталось ну и ладно собственно в общем как сами видите уже почти заканчивается установка с идет сохранение параметров кстати мы и быстро то винду установили ведь это примерно за 7 8 минут до но на компьютере наверняка бы это было дольше я вот уверен наверняка бы это на компьютере было дольше ну вот собственно все сейчас будет как мне кажется перезагрузка и мы сможем войти в сам windows посмотреть как говорится что же там такое но там не как знаю там не особо такого многого чего есть там в общем это почти как windows xp но я да уже говорил ладно в общем все идет как говорится ничего ничего не делаем сейчас вот он у нас запустим по надеюсь что у нас запустится в общем вот или загрузочка загрузочка вот стандарт эдишен стандарт эдишен то есть вы поняли но мы сейчас эту команду пошелем вот он мне сразу уже после установочные дал но которые мне к сожалению не нужны да все закройте пожалуйста мне это не нужно в общем ребята вот сейчас свойства зайду немножко параметры ой немного отчет слишком много так вот наверно сойдет ну да так сойдет сейчас я вот видите вот так вот уменьшу все в общем ребята мы установили windows сервера 2003 конечно я не знаю есть здесь интернет или ну да есть кстати интернет здесь есть я специально вывел сюда потому что процент ну как говорится нужно тоже посмотреть окей сейчас мы короче выйдем в интернет и окей давайте нажмем наконец таки окей да мне это правда не нужен давайте ради прикола ведем ману ману ман батон тиви мы а все знают этот канал о кей да вот кей загрузить и ребята да ребята сайт запустил все кстати вот эту кодировку вы могли видеть уже в две тысячном windows когда мы с целью когда свадьба запустил но в общем ребят смотрите это почти все так же минимум тиви мл можно можно так а можно и мы здесь без разницы эти материна у вас на тк будет перекидывать ведь и вот смотрите какая фишка в том фишка в том что на моих сайтах есть все говорится шрифты а она сайтах вадима нет в общем вот здесь вот в общем давайте перекинемся открыть новую ссылку ахать главное визиторе главная страница вот ну вот так вот это отображается вернемся назад окей открыть ссылку в новом объекте я специально так сделал потому что ну и сами понимаете кстати по моему да нет здесь кодировка слетела кстати тоже видите вот и что тоже все-таки есть в общем как-то вот так и давайте зайдем вот на этот и на этот сайтик и потом кое-куда тоже зайдем ну видите тут кодировка да он нашей студии слетела окей ладно а теперь вводим так секунду ну что ж ну как вы видите вот ну это все это всего лишь что показывает отличие да а сервер не найди ну в общем как то вот так вот ребята в общем как видите сами давайте выйдем в общем вот здесь командная строка видите это как это только предназначена для работы то есть здесь даже нету и никакой игр даже нету поэтому вот как не проигрывайте windows менее но трата татаря готова просто ради прикола зайдем мне кажется такой же как и в экспедиции был немножко да но нет давай чтобы батарея случайный выбор если на у нас в музыке же нет точно исполнительно нету почему ребята я с вами был дэнстайл и и сегодня мы устанавливали с вами windows сервер 2003 ну и в принципе вспоминали причину конечно я здесь могу просто оставить и все ну всем пока ну и я я Субтитры подогнал «Симон»